Вот такой получится пример в этом уроке. Это такой навес, который поднят на такие колонны, случайно расставленные. На этом примере я объясню две важные темы. Это фильтрация данных и обрезанные поверхности. Вот так выглядит Definition. Начнем его делать. Здесь создаем новый. Для начала создадим обычную поверхность. Для этого, как обычно, минимум три линии нужно. Создадим три линии. Их зададим сюда. Так вот, такая самая простая поверхность, она может быть только с четырьмя углами. Ну, она может быть еще, конечно, замкнутая, может быть даже дважды замкнутая. Но все равно она может быть не любой формы. Она может быть либо как один такой искаженный прямоугольник, либо как кольцо, если она замкнутая, либо как бублик, если она дважды замкнутая. Но других форм не может быть с такой поверхностью. Так что это ограничение в свободе формообразования. Но есть такой способ, один, как можно более свободной формы сделать с помощью такой вот гладкой поверхности. Он, конечно, тоже не совсем универсальный, но все-таки дает большую свободу. Это можно обрезать эту поверхность. Но из обрезных поверхностей можно более разнообразную форму создавать. Сейчас покажу, как это делать. Для того, чтобы обрезать поверхность, нужна линия, которая лежит прямо на самой поверхности. Вот здесь в вкладке Intersect, здесь все инструменты для обрезания, вырезания. Вот здесь есть Surface Split, такой вот нот. На нем нужно на входе саму поверхность. И кривые, по которым эта поверхность обрезается. Чтобы создать кривую на поверхности, самый простой способ это спроецировать кривую на поверхности. Для этого сначала надо ее сделать здесь, правильно? Можно вот внутри этой поверхности любую такую кривую рисуем. Можно их несколько. Вот их тоже воспримем. Сюда. Они сейчас лежат вот так вот на земле. И их можно спроецировать на вот эту поверхность. Эти кривые. Для того, чтобы спроецировать во вкладке Кривая, во вкладке Инструменты для работы с кривыми, есть вот такой нот проецировать кривую на поверхность. То есть на входе кривая. И поверхность, на которой проецируется. И здесь вектор, в каком направлении проецируется. Если по умолчанию стоит вектор Z, то есть он проецирует вверх. Если нам другой вектор создать, он в другую сторону будет проецировать. Нам нужно вверх. Вот здесь на выходе получается линия, которая уже лежит на вот этой поверхности. Это можно скрыть. И теперь по этой линии можно обрезать поверхность. Вот здесь вот кривую подсоединяем, а сюда поверхность. Но сейчас у нас ничего не произошло, кажется. Вот. И для того, чтобы получить именно то, что мы хотим, именно вот эту обрезанную поверхность, в такой форме, которая будет, для этого сейчас нужно еще одну важную тему, понять фильтрации данных. Смотрим, что у нас на выходе. Во-первых, у нас на выходе две ветви получается. Но это из-за того, что вот здесь вот две линии. Но нам не нужно, чтобы для каждой линии он отдельно вырезал. Нужно, чтобы он по двум вот этим линиям одновременно вырезал. Поэтому здесь надо плейтинг сделать. Теперь одна ветвь, но на ней три обрезанных поверхности. Вот называется тип данных обрезанных поверхностей. Их три штуки. Если выделить, то они как бы ничего не изменилось. Они все. Вот они все, три. Чтобы посмотреть, что это за три поверхности, есть вот такой вот нод во вкладке Sets, где все инструменты для работы со списками данных. Вот он. Нод промазал. Вот этот нод лист item. Нулевой элемент списки. Видим, вот он какой. Это все, что снаружи этой линии, по которой обрезается. Элемент под номером один. Вот он. Это как раз то, что нам нужно. Элемент под номером два. Это вот то маленькое, то что остается. Дырка тублика. Вот, нам нужно из этого списка взять только вот это. Нам только и это нужно. Остальное не нужно. Как это сделать? Можно вот так оставить. Вот этот нод, казалось бы, вот здесь стоит слайдер с цифрой один. Этот нод, он берет то, что нам нужно. Но однако, если что-то изменить здесь, например, вот это убрать, но если это убрать, ничего не изменяется. Или вот так вот ее подвинуть. Хоп, и уже неправильно работает. Теперь у нас уже четыре элемента списка. Вот нулевой, первый, второй, третий. И он из-за того, что количество элементов другое, и номера у них другие, он уже берет не то, что нам нужно. Поэтому такой способ, он не универсальный. Или, например, если бы была у нас не одна, а две вот такие вот дырки. Сейчас воспримем уже три кривые. И он опять, он неправильно выбирает. Потому что сейчас у нас опять нулевая, первая, вторая, третья. Теперь уже третья та, что нам нужно. И для каждого частного случая получается разный номер нам нужен. Поэтому вот этот способ, он в большинстве случаев не работает нормально, как нам надо. И приходится другие способы фильтрации данных использовать. Вот сейчас надо подумать, по какому признаку можно выбрать именно вот этот кусок поверхности, который нам нужен. Он... Ну, он не самый большой, потому что самая большая это нулевая. Вот это. Но он всегда на втором месте по величине. То есть, которые вот дырки, они еще меньше. То есть, нам нужно выбрать тот кусок поверхности, который второй по величине. И это уже будет работать всегда. Как бы там ни располагались вот эти вот линии. Для того, чтобы узнать величину поверхности, размер, можно, конечно, у нее площадь посчитать. Вообще-то так и сделаем. Площадь можно посчитать. Получаем список. Он, правда, не очень быстро считает площадь. Он целых... Треть секунды. Ну ладно, посчитал. И вот он... У самой большой поверхности... Вон сколько. А у дырки вон сколько. И нам нужно выбрать вот этот второй элемент. Но нам нужно, чтобы он всегда выбирал тот, который... Второй по размеру. Для этого сначала надо упорядочить по размеру. Сейчас они не в порядку по размеру. Чтобы упорядочить по размеру, также в группе лист есть вот такой вот нот. Сортировать список. И когда подключаем... Он располагает по порядку. От меньшего к большему. Вот. Но это... Здесь вот есть два входа. Ключи, по которым сортировать. И сами элементы, которые нужно сортировать. В данном случае у нас элементы, которые нужно отсортировать, это куски поверхности. Вот они. А ключи для сортировки, это площади. Поэтому площадь мы подключили сюда, ко входу, где ключи. А сами элементы, куски поверхности, подключим сюда, ко входу А. Это можно скрыть, это можно скрыть. Теперь они на выходе А. Эти же куски поверхности. Только уже по порядку. Вот самая маленькая. Потом вторая по величине. И самая большая. Нам нужно брать всегда вторую по величине. Но они сейчас идут от самой маленькой к самой большой. А если перевернуть список, то будет от самой большой к самой маленькой. Ну, сейчас вот их три, поэтому от того, что перевернул, ничего не изменилось. Но если бы их было четыре, например, в этом случае, если бы вот реверс не сделать, надо было бы, получается, вот... Ну, если здесь, чтобы постоянно был номер один, то удобно просто перевернуть список. И он в перевернутом виде. Так, для наглядности лучше так сделаем. Ну, ладно, без разницы. В общем, понятно. Когда мы перевернули, у нас они стали от большего к меньшему уже. И вот этот, который с площади 146, он стал под номером один. И он всегда будет под номером один. Какие бы у нас тут кривые не были, сколько бы их штук не было, и... как бы они друг с другом не пересекались. Вот если так, он тоже правильно сделает. Если вот так между собой их пересечь. То есть этот способ, он универсальный. Он более устойчивый. И в любых случаях правильно работает. Вот это... Так получилось. Такая универсальность здесь достигнута благодаря фильтрации данных. В данном случае, простейшая фильтрация по размеру, по площади. Но эта фильтрация, она, конечно, не очень оптимальная. Вот. Вот. 178 миллисекунд. Можно более быстро. Но это... Ладно, в каких-нибудь следующих уроках лучше вот не по площади, не по объему фильтровать, а по размеру описанного... описанной коробки. Описанного полиопипеда. Вот. Но это потом. Ладно, поверхность у нас получилась. Кусок поверхности у нас всегда выбирается правильный. Ну, дальше уже чисто такие косметические операции. Например, задать толщину экструд. Экструд там на входе геометрии, которые задают толщину, и вектор. Вектор по умолчанию не задан, поэтому его нужно задать. Вектор нужно задать длину, которая будет... А длина этого вектора зависит толщина нашего экструда. Ну, можно уже сделать непрозрачный. Вот, теперь есть толщина. Потом можно... Если у нас такой навес, получается, можно у него сделать колонны. Вот, кстати, еще одно важное отличие обрезанной поверхности от необрезанной. Необрезанной поверхности. Вот она. У нее мы могли сделать... Можно было сетку по ней сделать прямоугольную, например. Можно на ней увидеть точку на... Ну, создав координаты этой точки. В общем, есть много разных операций с необрезанными поверхностями, которые с обрезанными сделать нельзя. Вот сейчас покажу. Эту пока скроем. Если вот так, как я в прошлом уроке показывал, сделать, то перемещая координату, можно вот любую точку на необрезанной поверхности посмотреть. Ну, и это использовать для того, чтобы там какие-нибудь сетки... Вот, например, сейчас можно было бы это использовать, чтобы создать на этой поверхности сетку по которой колонны поставить. Вот по этим точкам. Вот. Но с обрезанной поверхностью такого не получится. Вот у нас обрезанная поверхность. Если ее сюда подключить, то видим, что вот эта точка она перемещается по той же необрезанной поверхности, из которой вырезан этот кусок. То есть, если здесь создать сетку из точек... Ага, а здесь они нормально создаются. Ну, в общем, координаты на обрезанной поверхности они как бы выходят из-за ее предела. Потому что какие были у необрезанной поверхности предела, такие и остаются у обрезанной. Поэтому это накладывает ограничения и неудобства на использование обрезанной поверхности. С одной стороны, это большая свобода формообразования, то есть, необязательно именно с четырьмя углами делать. Но с другой стороны, это ограничения при создании всяких там сеток на этой поверхности, при нахождении всяких нормалей, точек. Вот, поэтому создать по сетке колонны это уже не очень удобно на обрезанной поверхности. Но есть такая... Такой способ создать точки на поверхности, которые создают на абсолютно любой форме. Вот. Вот это популяет в диаметре. Он создает случайные точки на любой форме. Вот он сейчас создал 100 случайных точек на этой поверхности. Также он может хоть на линии, хоть на замкнутой поверхности, хоть на чем создать. Вот этот вот способ, он универсальный. Только он только он их случайно создает, эти точки. Вот если здесь задать там 30, пускай у нас будет колонн. Вот 30 точек. Теперь все эти точки нужно спроецировать на пол. Чтобы спроецировать любую геометрию на плоскость, этот нод во вкладке Transform. Вот это, кстати, может вызвать путаницу. Для того, чтобы спроецировать линию на поверхность, этот нод находился во вкладке Кривые. Вот здесь. А уже чтобы спроецировать любую геометрию на плоскость, это уже во вкладке Transform. Не знаю, может, когда-нибудь в следующих версиях это поменяется местами, как-то более упорядочено, но сейчас не очень логично они расположены, эти ноды. Плоскость, на которую мы хотим проецировать, это плоскость XY. Вот они спроецировались и теперь соединим линиями простыми отрезками точки на поверхности с точками, которые спроецировались на пол. Получатся линии и по этим линиям создадим трубки и получатся колонны. Для колонн создадим слайдер это будет толщина колонны. Ну вот и все. Сейчас надо немного упорядочить definition, чтобы он был более понятным, более читаемым. Для того, чтобы упорядочить definition, вообще вот есть такие, как сами получившиеся правила, ну о них еще скорее всего я отдельный видеоурок сниму, но пока такие основы покажу. Все, что на выходе, все ради чего мы делали этот definition, здесь это колонны и сам кусок поверхности с толщиной. Все это это выходные данные, это то, что в итоге получается, все нужно с самого края ставить. А входные данные это все, что мы вначале задаем, когда настраиваем, например, количество колонн, толщину колонн, толщину поверхности, все это нужно рядом. Так, вот эта цифра, которая выбирает поверхность, это такая техническая настройка, которую мы менять не будем. Поэтому ее можно здесь оставить. А можно даже для этого случая ее убрать и здесь вот прямо здесь задать один. Потому что это слайдер не для настройки, не для поиска формы, а технический такой, который менять не надо. А все, что надо менять, нужно желательно в самом начале поставить, чтобы там же, где задаются кривые, то есть входные данные в виде геометрии и тут уже входные данные в виде слайдеров. Они все рядом. А все, что получается на выходе, тоже рядом и в самом конце дефинишина. Не всегда, конечно, так получается, но в простых таких дефинишинах это возможно и лучше так делать. Это все скрываем. Скрывать еще можно горячими клавишами. Ctrl-Q Выделяем Ctrl-Q Это не нужно. Ну вот все, сейчас получился более-менее читаемый такой дефинишин. Еще надо подписать слайдеры. Количество колонн это толщина колонн. и это толщина навеса. Ну и кровли напишем. Вот получился такой павильон. Теперь его можно настраивать и искать. Вот эти кривые можно включить их точки F10 и теперь можно хоть как делать и у нас будет все на ходу перестраиваться. Можно и у этих если escape то уберутся эти точки и у этих линий включить настройки точек и их тоже настраивать. и их можно заниматься долго. Это называется поиск формы. Это уж как-нибудь сами и поиск в в в в в Продолжение следует...